Всем привет! Сегодня посмотрим, насколько высока вероятность того, что Вселенная не спошлёт вам в ближайшем будущем какой-нибудь шанс, какую-то уникальную возможность что-то изменить в своей жизни в целом, либо в конкретной ситуации. Итак, ожидать ли вам сигнала свыше? Ожидать ли вам сигнала свыше? Ну, четвёрка мечей, в общем-то, карта пассивная, она говорит о том, что, во-первых, в данной ситуации от вас мало что зависит, и вам, наверное, сейчас вот самое, что не на есть для вас верное и нужное, это просто залечь на дно и ждать. Карта пассива, карта такой паузы какой-то в жизни, когда человек просто не волен ничего изменить, надо плыть по течению, надо, ну, какое-то время удовольствоваться тем, что есть, да, принять ситуацию. Для кого-то, возможно, этот аспект очень важен. Вы никак не можете принять обстоятельства, да, мы часто не можем смириться с тем, что есть, пытаемся что-то менять, пытаемся попытки какие-то делать или изыскивать варианты для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Вот в данный момент это бесполезные попытки, да, это карта пассива, она говорит о том, что вы тратите энергии зря, то есть сдвига не будет, да, подвижек к лучшему не будет, просто залечь на дно и ждать, ждать развития событий. Ну, посмотрим, каким будет развитие событий. Ну, всё будет гармонично, да, смотрите, карта мира, она про то, что всё приходит в этой жизни в своё время, да, в свой час. И всё, что не делается, всё к лучшему, на самом деле. Поэтому иногда действительно нужно бездействовать, нужно просто жить, плывя по течению, нужно просто дать себе возможность морально отдохнуть от каких-то ситуаций, да, нужно посвятить какое-то время себе, своему общению с собой, да, наведению порядка, может быть, в своём внутреннем мире, в своём пространстве. По сути, вот карта мир про то, что вы идёте верной дорогой, и вам суетиться не надо. Вот для кого-то тоже этот момент, возможно, действительно очень важен, вам это нужно услышать, вам суетиться не надо. Мы на суету тратим колоссальное количество энергии порой, колоссальное. А в то время, как, ну, когда нужно их поберечь для будущего. Четвёрка мечей может и, в общем-то, служить подсказкой. Поберечь энергии для будущего, накопить энергии. Может быть, вы истощены какими-то неприятностями, какими-то сложностями, да, какими-то, может быть, делами, которые буквально выпивают у вас силы, забирают здоровье, свободное время. Надо себя обязательно побаловать. Вам нужно накопить энергию, вам нужно восстановить внутренний баланс. Всё хорошо будет, здесь переживать не о чем. Вы стрясать пытаетесь сегодня мир на пустом месте. Вот для кого-то проиграется такой аспект в вашей жизни, что вы пытаетесь вот как-то сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, переживаете о том, что, в общем, ну, как бы не вписывается вообще в сценарий вашего будущего, да. Это суета, это эти страхи, эти опасения, они напрасны абсолютно. Ваши тревоги какие-то, они не имеют под собой оснований. Надо успокоиться. Вот, ну, найдите для себя способ успокоения. Для кого-то это йога, для кого-то психологические тренинги, для кого-то просто сериалы там посмотреть, полежать на диване там дня два-три, да. Отдыхая душой, просто отдыхая, душой ничего не делая. Иногда это полезно. Это копит энергии, это восстанавливает равновесие. Шанс свыше, да, насколько высока вероятность. Но по Верховной Жрице вероятность высока, потому что у вас мудрый подход к обстоятельствам. Вы, конечно, человек, который стремится по жизни многое охватить, держать под своим контролем, и это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, конечно, чрезмерный контроль ваш, он приносит вам напряжение внутреннее, потому что всё контролировать нельзя. Возможно, вы просто пытаетесь сегодня как-то охватить слишком большой объём дел, и вот это действительно становится усталостью для вас. Вы под вечер просто, ну, разбиты, да, у вас нет совершенно никаких сил. Но карта при всём этом Верховная Жрица про внутреннюю мудрость, которая, конечно, у вас есть. Вам надо балансировать свою жизнь, вам надо привести в норму ваше внутреннее состояние, перестать суетиться по мелочам. Возможно, вот этот совет кому-то будет необходим. А так, в принципе, вот по начальным картам можно сказать, что вы, наверное, дороги. И вам будет неспослан однозначно шанс, потому что вы человек дела, вы человек самоорганизованный, вы человек такой, знаете, внутренне самодисциплинированный. Есть у вас вот этот такой, знаете, стержень, баланс, но в данный момент вам этот баланс удерживать почему-то сложновато. Остановиться надо, сделать паузу, отдохнуть, восстановить свой энергетический баланс. Шанс свыше. Ну, наконец, да, карта звезда. Я бы так сказала, что шанс реализовать что-то или шанс того, что что-то сбудется, исполнится ближе, чем вам кажется. Ближе. Вы сегодня внутренне напряжены, потому что вам кажется, что ситуация очень сложна, что она затягивается, да, что она там дополнена какими-то проблемами. Ну, и пусть так, даже если так. Вот Таро говорит о чём? О том, что карта звезда – это исполнение. Вы, вот самое главное, что сегодня, да, вам нужно узнать, вы на верной дороге. Да, вы суетитесь, да, вы тревожитесь зря, да, вы сотрясаете иногда пространство своё совершенно зря, паникуете. Но вы на верной дороге. Вы на верной дороге. И исполнение, оно произойдёт. Оно случится, но в свой час. Вы пытаетесь сегодня торопить жизнь иногда? Невозможно притянуть те перемены раньше времени, которые тебе по судьбе. Притянуть можно по дьяволу что-нибудь. Вот это всегда, пожалуйста. Обратиться к специалистам и сказать, вот хочу вот это прямо здесь и сейчас. Притянет, притянут всё, что вам нужно. Но надо понимать, что это сделка с дьяволом, которая никогда не заканчивается. Расторгнуть её достаточно сложно. Вы будете дьяволу пожизненно должны. И дьявол будет брать с вас всё, что пожелает. Тогда, когда нужно. И ваше здоровье, и ваши деньги, и благополучие ваших близких и родных. Здесь о чём ещё карты могут говорить? О том, что вы человек, для которого, знаете, душевное спокойствие – очень важный аспект жизни. Как-то вы через прошлое, может быть, к этому пришли. Вы сейчас подходите вот к этому моменту, когда для вас гармония вашего внутреннего мира важнее всего. Вот важнее той суеты, которая есть. Да, вы ещё суетитесь, да, вы ещё как-то, ну, не привыкли, может быть, слушать себя. Да, но идёт трансформация сейчас. Вы меняетесь, вы приобретаете какую-то мудрость, вы взрослеете, вы переходите на какой-то более значимый этап, на более высокую ступень жизни. Шанс выше, шанс выше, что нам скажут? Ну, хорошие карты. Девятка Пентакли. Однозначно шанс. И шанс, который вас очень удивит, да, по Императору. На дне карты Император, здесь девятка Пентакли, тут звезда, верховная жрица. Но человек, который знает, чего хочет, он всегда добьётся результата. Вот об этом карте, по сути, да, девятка Пентакли про комфортную жизнь. Не только в материальном плане и в духовном, да, комфортное существование — это не только материальная ценность, да. Ощущение полноценности бытия складывается из разных сфер, из разных аспектов. Это должно быть всё вместе, это должно всё взаимодействовать, быть в определённой связи. Это будет полноценность жизни, полноценность бытия, серьёзные достижения, серьёзные перспективы будут, да, вот у кого-то открываются перспективы карьерного роста. Причём такие, которых вы не ждёте. Да, это может быть не там, где вы сегодня рассчитываете. Вы, может быть, сегодня стремитесь там быть менеджером по продажам, потому что это модно, и зарплата там какая-то хорошая, высокая. Но иметь вы будете гораздо больше именно там, где сфера сегодня не востребована. И так бывает. Да, и так бывает. Творческая самореализация востребована всегда. Это то, что вне моды. Хотите стабильного заработка, занимайтесь ручным трудом. Занимайтесь тем, что всегда будет в цене, независимо от экономической ситуации в стране. Вы выберете какую-то дорогу, дорогу, которая открывает вам, знаете, вот совершенно другое мироощущение. Во-первых, внутренне спокойнее становитесь, во-вторых, вы обретаете заслуженный статус какой-то, какое-то достаточно высокое положение, ну, достаточно такое для вас уютное. Вот сейчас там, где вы находитесь, это не ваша ступень. Это ниже ваших способностей. Пока вот свою миссию, которая вам предначертано в жизни, вы не исполнили, вы не на своем уровне находитесь. У вас в жизни будет подъем. По императору это всегда подъем, потому что это трон. Трон — это статус. Это другая жизнь, это другое мироощущение. Это положение значительно выше, чем вы рассчитываете, может быть, чем вы желаете сегодня. Это что-то другое, но выводящее вас на более высокий уровень, чем вы сегодня планируете для себя. То есть это какая-то другая дорога, звезда, да, звезда, другая дорога. Она может быть не так, не такая короткая, да, не такая манящая, может быть. Она далека, звезда, всё-таки это холодный свет, и это расстояние определённое. До неё надо, ну, в общем, подняться, да, достать нужно до неё. То есть надо будет начать какую-то более, может быть, вначале, ну, как бы менее перспективную дорогу, да, но потом она станет более перспективной для вас. То есть начинание с нуля или же с каких-то не очень привлекательных моментов приведёт вас к большому успеху, на самом деле, да. То начинание, которое изначально не будет подавать особых перспектив, по итогу станет для вас стабильностью, серьёзной стабильностью, вот тем самым фундаментом, который позволит вам, вот остаток ваших дней просто отдыхать. Не суетиться, не думать о завтрашнем дне. То есть какой-то шанс будет, да, здесь Вселенная даёт вам возможность, открывает двери, но говорит, не суетись, остановись, посмотри в другом направлении, просто отоспись, да, отоспись, утром вы посмотрите на мир по-другому, и вы увидите суть возможных, то, чего не видели ещё вчера. Не торопите жизнь. Новый этап в вашей судьбе не за горами. Новый этап, и вы знаете, ну, по карте смерть, да, вам суждено действительно умереть внутренне, для того, чтобы возродиться в новой жизни. От другого не получится, потому что вы шли по какой-то другой дороге, вы рассматривали какие-то варианты непонятные, вы отошли от собственной дороги судьбы, и далеко достаточно отошли уже. Поэтому здесь только перезагрузка, здесь только трансформация, здесь только завершение принудительное всего этого. Поэтому будьте готовы к тому, что завершаться будет что-то, закрываться какие-то двери, какие-то перезагрузки, перетрубации будут происходить. Вот почва из-под ног будет уходить, но надо понимать, что одновременно вы переходите на новый уровень жизни. Это вам нужно. Чистка этого пространства. Отмирание прошлого должно произойти. Того, что вам не нужно. Этот балласт, с которым вы тесно связаны, это клетка, это то, что удерживает сегодня вас вне свободе. Шанс будет, но выбор всегда за нами. Вселенная даёт возможности, но мы не всегда их используем. Мы иногда привязываемся к обстоятельствам и не верим в то, что может быть по-другому в нашей жизни. Но вот у кого-то это может проиграться, что есть привязки. Потому что карта четвёрка Пентакли, такая стабильная карта, человек любит стабильность. Это и хорошо, и плохо. Потому что, с одной стороны, стабильность – это постоянство, с другой стороны, стабильность – это болото. То есть должна быть грань. Должна быть грань. Проработайте это в себе. То есть надо быть лёгким на подъём человека. Надо быть лёгким, сбрасывать баланс, постраиваться под изменчивый мир, идти вперёд. Тогда, когда жизнь даёт сигнал для этого. Но и тут же карта традиций выходит. Да, иерафант. Понятно, что на базисе только можно выстроить что-то новое. Вот об этом, собственно говоря, карта. У вас базис есть. Просто вы об этом забыли. Вы перестали чувствовать в себе потенциал, тот, который даёт вам природы, потому что сбились где-то с пути. Вот идёт восстановление. За счёт того направления, того шанса, который даёт Вселенная, идёт восстановление ваше на путь истинный, как говорится. На путь истинный. Ну вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезной. Всем пока!